Всем хай, с вами Данил Пай и в прошлом видео я говорил о каких-то минусах, недостатках США по моему мнению, потому что вам заходят такие видео, вам они нравятся. И я 40 секунд объяснял, что это видео тематическое, в котором я просто говорю какие минусы есть, потому что они существуют. Невозможно, чтобы государство было в принципе идеально. В любом, даже в самом развитом государстве есть какие-то свои минусы. И все равно нашлись люди в комментариях, которым я как раз эти 40 секунд и объяснял, которые написали, так почему тогда ты живешь в США, если там такие минусы. Кроме как тупыми, этих людей я никак не могу назвать. Я сказал, что это тематическое видео, где я должен рассказать про минусы, я бы назвал его минусы и рассказал про позитивные моменты. Нет, при том, что это пишут те люди, которые живут в России, которые постоянно жалуются на политику, что там вообще коррупция, везде то-се. Почему вы тогда живете в вашей стране? Наверное, потому что у вас есть какие-то основания там жить или есть какие-то плюсы, которые перевешивают. В моем случае это так. Плюсов больше, чем минусов. И как раз о этих плюсах я сегодня вам и расскажу. В первом пункте мы немного возвращаемся в прошлое видео, где я говорил о стоимости аренды и так далее, что она очень дорогая даже по сравнению с зарплатами. Но только теперь это можно перефразировать немного в плюс. И речь пойдет о размахе США. Я думаю, вы знаете, как они любят большие машины, большие здания, большие дома. И как раз США одна из лидирующих стран по количеству квадратных метров как бы жилплощади на одного человека. Потому что на одну душу населения практически приходится двухкомнатная квартира. И мы знаем, что обычно все живут как бы семьями. И выходит, что на каждого из них в среднестатистически полагается одна двухкомнатная квартира. Это же круто. И речь идет не только о жилье, а в принципе о размахе. Даже полицейские последние пару лет ездят не на обычных седанах, как это делают в большинстве стран мира, а на прокаченных мощных внедорожниках от Ford. Посмотрите на их траки-грузовики. Да, они просто огромезные. Это не какие-то маленькие микроавтобусики, которыми перевозятся. Все делается с размахом. И это прикольно. Проложить дорогу через всю Америку на 5000 километров? Да, легко. Мы будем одними из первых, кто это сделает. Добавить в меню бургер? Да не вопрос. Мы добавим бургер, который будет весить 10-15 килограмм. И такие есть. Запустить ракету в космос? На Луну? Да, бред. Мы ее лучше на Марс отправим. Вы понимаете, вот этот размах во всем, я считаю, что это можно приписывать как плюс. Потому что все-таки лучше, когда делается все слишком-слишком, чем недо-недо. Не маленькие какие-то достижения, а сразу большие. Стремятся к чему-то лучшему. Еще хочу напомнить, что у меня было много видео про положительные какие-то моменты. Поэтому это видео немного необычное. То, о чем практически никто не рассказывает. И поэтому должно быть интересно вам. Следующий, второй пункт это открытие бизнеса в Америке легко. Тут практически каждый третий, четвертый или пятый обладает каким-то своим прибыльным, неприбыльным, неважно, но бизнесом. То есть оформить небольшой хоть какой-то бизнес, хотя бы хоть какой-то стартап достаточно легко. Просто пару кликов, пару шагов пошел туда-сюда. И ты уже как бы официально можешь говорить, что я бизнесмен. Тут нет каких-то долгих проверок, волокит. Никому взяток давать не надо. Ну так, к примеру. Делаешь все качественно. Прошел буквально за день и ты уже создал какой-то свой первоначальный бизнес. Какую-то платформу, по которой ты уже будешь строить какую-то самостоятельную схему, планировать большую корпорацию. И с этим, я думаю, вы не поспорите. Это несомненный плюс. Третий пункт это безопасность. Я уже отчасти где-то по частям упоминал в своих видео о безопасности в Америке. Так вот, теперь у меня есть доказательства. Были проведены исследования. Такие исследования проводятся в каждой стране мира. И чем меньше число, чем меньше показатель, тем больше коррупция в стране. В России, например, коррупция 2,3. В Америке 7,2. То есть, мы можем заметить, что в 3 раза, даже чуть больше, Америка безопаснее, чем Россия. И на самом деле, я считаю, что судить особо как-то это нельзя. Потому что, если в России у вас есть, в принципе, Москва. И вы понимаете, что в Москве у вас есть шанс нарваться и на гопников. На кого, в принципе, хотите. То в Америке у вас может быть район, который максимально безопасный. Вы будете просто ходить, я не знаю, с телефоном вот так вот вообще. И не волноваться, что у вас его кто-то отожмет или заберет. Или вы можете попасть вообще в черный район, где будут у вас вообще наезжать и отжимать. Поэтому тут есть более как-то, более криминализированные районы. Но есть и супер безопасные. В России это примерно все на одинаковом уровне. Да, есть какие-то более безопасные районы и менее. Но, в принципе, оно все равно. Четвертый пункт. Это дешевизна. Я знаю, как мы все любим экономить. Как мы любим получать какие-то вещи дешевле. И как раз Америка одна из лидирующих стран именно по дешевизне. Как раз вы можете вспомнить то, что вы постоянно пишите мне в комментариях. Вот так, вот так. Тут типа разницы зарплат такие. Ты посмотри на зарплаты в России. Посмотри на зарплаты в Америке. Так вот, тут бензин стоит примерно как в России. И вот как раз мы можем взять среднюю зарплату и понять, что на самом деле по соотношению бензин тут просто в разы дешевле, чем в России. То же самое и с одеждой. Если бензин примерно на том же уровне, что и в России по стоимости, то одежда тут бывает в разы. В полтора, в два раза это стабильно. Какая-то ваша любимая бренд одежды популярной, который экспортируют к вам, тут дешевле. Тут вообще ее настолько много. И, в принципе, в Америке одежда не ценится. Потому что прийти в шортах, прийти в штанах, прийти в макосинах и вообще в трусах, никто не обратит внимания. Всем все равно, надел ты кортье или надел ты, не знаю, какой-то обычный масс-маркет. Поэтому тут как-то и не загибают такую цену за какую-то брендовую одежду и так далее. Поэтому одежду часто тоже перевозят. Даже с налогом, которым облагается какая-то единица товара, у нас ее все равно покупают дешевле через Америку. Есть уже куча сервисов, потому что это дешевле. То же самое можно сказать о технике. Заметьте, очень много людей пытаются каким-то способом доставить технику из Америки. Особенно, если вы умеете, например, играть на аукционах eBay, где новые вещи запакованные, там, разыгрывают на 100 долларов дешевле от цены в магазине. Еще к той цене, которая в магазине в России еще плюс, наверное, процентов 30 накручивает. И в общей сумме вы экономите 30% плюс 100 долларов. И если вы умеете как раз покупать в интернете eBay и так далее через Америку и доставлять его, то всего за 3 недели ожидания вы сможете порой сэкономить себе 200, 300, 400, порой 500 долларов, да и до 1000 доходит. И последний пункт это доступ к достопримечательности. Я вспоминаю, как у нас с вами, я думаю, вы все сталкивались с такой ситуацией, когда вот вы приехали на достопримечательность, какая-то вот готовая для посетителей, вы пришли, насладились, уехали. А вот следующее, такое бывает раз через раз, вы такие думаете, блин, я приехал и там, не знаю, на гору надо 3 часа идти. И никто не додумался проложить маршрут для автомобилей, хотя это сделать легко. В странах СНГ не сильно оборудован как бы вариант, как добраться до той или иной достопримечательности. Вы решили с семьей поехать на озеро, а оказывается, что машину вы оставляете за 2 часа и 2 часа идете пешком. И там у вас нет никаких отелей, никаких домиков в лесу, которые вы сможете, к примеру, снять или хоть где-то переночевать. И если вы хотите насладиться каким-то супер красивым озером где-то в дебрях России, то вам придется и о палатке позаботиться, и детей вы с собой маленьких туда не возьмете. В Америке все по-другому. Тут к самой любой достопримечательности вы доберетесь, ну, просто на чху, легко. Ого, построили маршрут в гугл-картах, у вас практически никогда не бывает пробок, все сделано грамотно. Да, с парковкой в Америке проблема огромезная. Вам будет, надо будет потом, не знаю, часик, полчаса поездить по парковке, которая там совсем небольшая, и найти место. Но, когда вы это сделали, вот мы, например, вы видели мое видео, кстати, достаточно большое количество его не посмотрело, мне прям обидно стало. Там где 3 дня, 3 города, 1000 километров. Посмотрите, если не видели, там мы были в национальном парке Ясемити, и там долина водопадов. Типа водопад отсюда, водопад слева, водопад сзади меня, водопад спереди меня. И вы едете, и вы прям рядом машиной проезжаете. И там парковка рядом, и то есть мы ездили с маленькой сестрой, я думаю, уже многие знают, видели в видео, что у меня есть маленькая сестра. И если бы водопад был где-то в дебрях гор, и нам надо было бы заниматься чуть ли не скалолазанием, мы бы не пошли. Но там для вот таких вот, для всех людей сделано, что вы приехали на парковку, 5 минут прошлись, и уже падающий водопад. Вы сняли вот такие красивенные кадры, и поехали дальше. И так ко всем достопримечательностям. Вы можете посмотреть все мои видео с канала про путешествия, и вы увидите, что практически везде мы подъезжали машиной прям к достопримечательности. И оборудовано все так, что там на газоны никто не выезжает, но это понятно, такого тут нет. Что как бы это все сделано в таком как коконе, например, посередине, вы посередине оставили машину, и уже вот так вот расходитесь, 5 минут туда, 5 минут сюда, 5 минут туда. И везде видите все, что вам надо. Как бы в первозданной природе, там в Ясюмите, где мы были, маршину припарковал, отошел минут 15, и там уже где-то медведи с оленями бегают. То есть это оборудовано просто прекрасно. По поводу достопримечательностей, и как это обустроено в Америке, можно говорить часами. Ну а на этом все, я рассказал вам в прошлом видео как о минусах, в этом рассказал о плюсах, у меня куча видео еще есть про плюсы. И поэтому, если я вам рассказываю про минусы, это не из-за того, что прям накипело говорю, это чтобы вам было интересно, вам рассказываю, какие плюсы и минусы есть. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Данил Пай, всем пока-пока.